Проблема самосознания. У меня есть стойкое непонимание того, что я не понимаю, что такое самосознание. Ну, казалось бы, так просто, но вот я его не понимаю. И тем более, я не понимаю, откуда здесь, по большому счету, появляется другой. То есть все слова-то я выучил, все это я знаю, могу повторить, но понимания у меня строгого нет. Может быть, есть какое-то внутреннее сопротивление какое-то, которое не позволяет признать другого засущего. Но, тем не менее, вот подобного рода исследования необходимо предпринять, прежде чем, например, браться за главу соответствующей стимологии Духа Гиги. Значит, когда мы говорим о сознании, в каком смысле говорим мы о сознании, как сознание существует? У психологи думают, что оно существует предметно. То есть человек – это нечто предметное, сущее, которое находится рядом с другими вещами. Между елкой, телевизором, видеокамерой, стулом, столом. Но, однако, с философской позиции это утверждение спорно. То есть сознание – это не душа. И даже душа не находится между елкой и телевизором. Ни в коем случае. Мы, находясь в рамках традиции трансцендентальной философии, говорим о сознании как о некой форме отношения. И говорим, как оно проявляется в мире. А в мире оно проявляется в том и в том способом, например, тем, что каждый предмет для нас не просто есть предмет, но еще он есть. То есть в самом простейшем акте, в любом, мы можем разделить сущность от существования. Телевизор – не только телевизор, прямоугольное нечто, обладающее черным экраном и подключенные к электрической розетке. Но вместе с тем оказывается, что он существует. И в это существование, оказывается, быть может, это совершенно не свойство самого предмета, а наше свойство. То есть из того, что мы присутствуем в мире, бытие каждого из предметов оказывается двойственным. Оно не только есть некая сущность, но оно и есть, то есть нечто определенное. Но оно и есть еще и некое существование. Быть может, однако, бытие не находится на нашей стороне. А на нашей стороне находится одна единственная возможность – умение их различать. То есть из того, что мы различаем сущность от существования, оказывается тем самым мы доказываем себя как сознание. Сознание как форма отношения, не как знание, которое всегда связано с определенностью, а как некоторое слово знание. То есть как некоторое отношение знания и мира, знания и предмета. Это очень странное утверждение, которого никогда не может ухватить психология. Потому что психология всегда находится в боковых предметностях. Она всегда пытается положить любой предмет перед собой и его изучить. Она пытается положить свой предмет перед собой, подразумевая под этим душу человеческую. Но теряет нечто важное. То, что всегда стоит за спиной вот этого самого нашего простейшего полагания. Полагание предмета перед нами. Мы видим таким образом, что сознание ни в коем случае немыслимо непосредственно предметной форме. А мыслимо как отношение. Способ мышления сознания – это способ различия в предмете, быть может, сущности и существования. Всегда, когда говорим о бытии, только тогда мы и говорим о сознании. Вот так. Это странный тоже тезис, который позволяет на всю мировую культурную традицию посмотреть иначе. Почему? Да потому что в мотивах человеческой деятельности вводятся всякие предметы. Я хочу много денег, я люблю эту женщину, что-либо там еще. Я, меня, то есть сознание, пытаются объяснить каким-то образом через отсыл к биологическому. К морфологии, к физиологии, к мозгу деятельности. Меня пытаются описать отсылом к психологическому, к психоанализу. Меня пытаются описать в отсылах к экономическому, к морфистской теории. То есть, когда я думаю, что я живу, а на самом деле все мои попытки объясняются классовой сущностью современного мне общества. Какому классу я принадлежу, то и думаю. И многими другими остальными способами. Что-либо еще. Это все попытки ухватить и объяснить человека как некую чтойность. То есть, некоторую чтойность, которая ухватываемая тем, что она положена передо мной в качестве чего-то души, то есть чего-то закавычного, в качестве предмета. Но мы видим, что позиция трансцендентальной философии, она прямо противоположна подобному роду подходу. Мы видим, что различие между сущностью и существованием, между определенностью предмета и его бытием, оказывается совсем неухватываемой в предметной форме. И я, как в том числе и смысл существования сайта Философский Штум, показать, что в различного количества объектов живых, вот и такое различие возможно. В чем прелесть поэтики Достоевского, Наговицына? Тем, что утверждается некоторое существование, что сознание хочет как бы быть, и это существование, желание быть, оно оказывается прямо противоположным, так сказать, непосредственным желанием человека любить ту ту самую женщину, быть генералом, карьером или каким-нибудь там еще. То есть мы в этом смысле говорили об осознанности зла. То есть зло это зло самому себе. Не случайно приедут, как ты только что телефон вонил, да, и он разлетелся на этой составляющей. Не случайно не верят, и не когда Джастин, когда я его слишком сильно тискаю, он начинает кусаться. Вот, он уже не совершает зло. А мы говорим о неком фундаментальном, трансцендентальном понимании зла, что человек является сознанием, и раз человек является сознанием, то в этом смысле требования его бытия противоположны его непосредственной выгоди. Ну и разумеется, выгоды всех окружающих. Требования утверждения собственного бытия. Да, собственного бытия. Вот. Но это все, что касается сознания. Встается другой фундаментальный вопрос. Как мы можем говорить о самом сознании? Ну, самый наивный тоже ответ. Мы пытаемся схватить себя предметным образом. Ответ мой. Невозможно. Ответ Гегель точно такой же. Невозможно. Ну, я его не очень понимаю. То есть, в предметном смысле мы себя не схватываем. В никаком случае. Поэтому Гегель говорит, что нужен обязательно другой. То есть, мы не можем схватить себя как такового. Но мы можем схватить себя. Апостредованно. Да, через другого. То есть, в этом смысле всегда нужно второе сознание. То есть, два самосознания связаны между собой. Если вдуматься в эту ситуацию. Ситуация странная. Невозможная. Безумная. Потому что речь идет об антологии. А тут одно предсознание должно быть признано другим сознанием. Второе сознание вынуждено... Третьим обратиться в общественное сознание. Апостредованно признавает. Потом друг друга они снимают. Одно говорит, что у меня нет. А сущность состоит в другом. А второе в этом деле так само утверждается. Здесь очень интересно посмотреть опять на нашу диалектику раба и господина. Ведь иногда понимают раба как подручное животное. Но это не так. На удивление. Точно так же это лучше понять на этике психологии семейной жизни. Ведь изначально рассматривают женщину как некое подручное животное. Как говорил один мой знакомый. Проста в обращении как стиральная машина. Она стирает носки. Она делает то-то, то-то. И с ней можно заниматься сексом. Ну как и на Кавказе с овечкой. Вот так же можно заниматься всем этим. Однако ситуация это не так. Ситуация жены и ситуация раба. Некоторое свое развертывание, она другая. То есть мы видим в рабе, как ни странно, другое самосознание. Мы видим в женщине, как ни странно, другое самосознание. И пытаемся снять это другое самосознание. То есть с одной стороны, благодаря ему мы существуем как самосознание. Нейтрализовать, да, получается? А с другой стороны, хотим, чтобы оно нас признавало. Говорило, что его как бы ценам нет, а есть только мы. И эта ситуация отличается принципиально от ситуации подручного животного. Но могут сказать, что как так вот, почему все вот это может разворачиваться в жизни и в мире. Как? Ну вот так. Я допускаю, что в некоторых в архаических культурах та же женщина или тот же ран, действительно машинка для выполнения чего-либо еще. Какие-то деятельности. Ну, Геродот рассказывает про пленных. Их слепляли, заставляли взбивать масло. И они больше ничего не делали. Высочно взбивали это молоко и что там, сливки и превращали его в масло. То есть вот такая работа. Требовалось ли здесь господину, то есть владельцу, внимание некоторого со стороны раба и постоянное утверждение о его качестве существующего? И вот это реальное противоречие между самосознанием. Их проблема, что каждый борется за то, что быть, а второй говорит, что его нет в другом. Но с другой стороны он нуждается в нем, потому что самознание только существует в отношении двух самосознаний. Иначе оно не существует. Только так и существует. Тоже картинка, я еще раз повторяю, ее на дикость и безумие я еще раз повторяю. То есть в основании онтологии сущего, вот это такое, как протон, нейтрон, что-то еще, еще чего-то существует, закладывается отношение двух самосознаний, как некоторое. Да, так разрыв, тут же получается разрыв, потому что две тотальности, которые по идее никак не связаны с сущностно, а формы они друг друга предполагают, получается. То такая вот трансценденция, что форма друг без друга, они не могут, такая форма. А в сущности они друг друга не выносят, они друг другу трансцендентны. Отрицают, да, они отрицают. Это же очень интересно, когда мы другому человеку присваиваем ситуацию вот эту позициональную другую. Мы другому нуждаемся. Вот не в каждом нуждаемся. Здесь возникает, например, ситуация стыда. Это же ситуация удивительная. Чего-то мне стыдно других. Я могу, правда, сказать, что путем непрерывного духовного совершенствования я дошел до того, что мне мало чего стыдно. Вот, это же, я же об этом и говорил, это же теория, вот это была моя главная, что... Ладно, потом, потом, попозже. Это 50-летний труд, да. Вот, такая картинка. Ну, интересно, вот у Ницше, кстати, интересная была фраза, процитирую чуть-чуть. Ты старше, чем я, ты признана священным, но еще не я. То есть, здесь я раньше не понимал, что он говорит, что в самосознании, да, ты появилась раньше, чем я. Вот такую высказывает мысль, что хотя бы она и раньше была, ну, там, для последствий. Да, да, это правда, это правда, да, что ты появляется раньше, раньше. То есть, самосознание существует только благодаря тому, что существует ты, но ты, таким образом, получается, действительно, оно предшествует самосознание. Это большая проблема, то есть, как бы, господин, безусловно, признан со стороны раба. Но еще не я, как бы, да, вот, ну, с другой стороны, он странным образом, в обеду, постоянно нуждается. Точно так же, вот, это странная ситуация обычной семейной жизни, когда женщина практически замордована. Ну, вот она, реально, замордована настолько, что... Там происходит нейтрализация субъектности, да, посторонне? Она настолько, что она и глаза, в таком, антологическом смысле, и боится погиб. Ну, вот, да, мы здесь имеем два мира параллельных, причем мира не те, которых межсубъекты, который, один мир, в котором все субъекты как один, а другой мир, где все субъекты друг друга себя не представляют, да друг друга постороннего субъекта не могут представить. И это все пересекается вот непосредственным бытом. Здесь же просто мне показалось, что вот эти вот матрицы мышления, на вроде представления из господина раба и ряд других вещей, они утяжеляют ситуацию во многом. Что, если мы объясняем вообще, это же может вся ситуация корениться в магии всякого социального коммуникации, всякого социального взаимодействия, что, если с этой стороны заходить и попытаться совершенно новую теорию разрабатывать, она может дать именно конкретные теоретические ответы на, описать конкретно ситуацию, которая, конечно, не будет давать ответы, между тем, не будет давать ответы на глобальные вопросы, но она конкретно будет описывать ситуацию вот этой коммуникации, когда два субъекта, которые, всякие же субъекты, есть что? Это то, что удерживает объект, но когда два субъекта становятся друг перед другом, они принуждены как-то друг друга удерживать как объекты друг для друга, но в то же самое время происходит этот момент переноса, о котором вы говорили на прошлом семинаре, вот это мне понравилось, понятие переноса, да, что мы переносим непонятно, но что-то мы переносим у человека, переносим то, чтобы потом из его глаз взглянуть и на себя, и на их вместе, их совместное существование. Да, да, это вот очень странная, удивительная ситуация. Мы понимаем, опять, как происходит у нас в мире ситуация снятия. Это некоторая речь, обращенная к другому. Дискриминирующая речь. Дискриминирующая, конечно. А дискриминирующая то, что один говорит, второй слушает. Ну, да, но это на поверхности лежит. На самом деле такая специальная речь, когда выступают кимчаны, а все остальные не только слушают, но еще записывают в блокнотике. Это есть ситуация, но за говорящим есть, вот главная моя теория в области социального, что есть безмолвный дискурс, нулевой дискурс, на котором все остальное уже покоится. А тот дискурс, о котором все знают... Но все молчат. Но все молчат, потому что не только они все знают, но еще все знают, что каждый другой знает об этом, что он знает, понимаете? Это очень сложное знание, на основе которого мы можем производить какие-то реаговорить, коммуницировать, и это нас будет объединять. И просто я хотел вот ваш пример потом отдельно рассказать. Он, вот то, что вы говорили, когда в советские времена было отдельное объединение, в котором люди жили вне советского режима, который этот режим пропагандировали, вот эти вот объединения. Там же та же самая ситуация, что все знали, что они живут не по режиму, но принуждены этому режиму, этот режим продвигать. Но никто, я совершенно точно могу знать, что никто об этом не поднимал вопрос. А почему это мы не лежим внутри этого коллектива? Никто не поднимал такого вопроса. Почему мы не живем по тем правилам, о которых всем рассказываем? Почему? Потому что ими правил, их объединял, их удерживал вместе. Вот это самый безмолвный дискурс, нулевой дискурс или отрицательный дискурс. В случае переноса мы имеем ситуацию не только положительного переноса, сострадания, человеколюбия, но и отрицательного переноса, да, дискриминация и прочего. Вот происходит вот этот безмолвно-отрицательный перенос, когда мы... Это тоже самый перенос, но только в отрицательном смысле, который позволяет нам свободно дискриминировать человека, свободно уничтожать его. И когда в семейной жизни сначала происходит, когда только люди съезжаются, живут вместе, происходит ситуация положительного переноса, причем обильная, и потом у нас меняется на нулевой перенос, а потом на отрицательный, когда жена всецелая превращается, или муж, в раба, и является инструментом... А вот через ситуацию... Да, это интересная ситуация известного блогера Лена Миро. Она говорит, так называемый, о ладах и курицах. Курица заводит пузожителя и берет таким образом вот этого о ладуха в плен. Вот он действительно является подобного рода рабом. То есть ситуация переворачивается. Вот, но это единственное, что это не рассказывает о каких-то глобальных философских вопросах, об утверждении «я» через другого, через себя. То есть потому, что там многократный перенос происходит, который именно работает рекурсивно, как я обычно говорю. Ну, может быть, может быть. Но, тем не менее, вот это очень интересно. То есть наша ситуация речи, она всегда возникает после надрыва. То есть первоначально присутствует безмолвный дискусс, в котором вот это отношение двух самосознаний разворачивается. Но потом, когда у нас возникают какие-то проблемы с сущностью, сущим, когда сущие, например, нам объясняют, что оно есть, мы есть, а меня нет, то тогда вымирается всегда другое самосознание, которому доказывается путем речи, что я есть, я есть. И возникает вот эта специальная экзистенциальная насыщенная речь, типа речи Достоевского, герой записи к Снеполию, или той же самой Кроткой. Ведь у Достоевского можно посмотреть ситуацию. Человек оказывается в проблеме доказательства, что его как бы нет. Вот офицеры его выгнали с позором из полка. Это громадное событие. Это вообще конец. И к этой, значит, ситуации можно забыться в своем поместье с алкоголизмом, с коими общаться, а можно заняться чем-то чрезвычайно позорным, то есть расставщичеством, давать деньги в рост, допустим. Вот он этим занимается, он оказывается в ситуации надрыва, но этого недостаточно. Ему всегда надо на чем-то там жениться, вот на самом этом деле Кроткой. И постоянно апеллировать к ней в том смысле, что она должна признать, признать его за самосознание. А ведь в чем проблема она состоит? В том, что у тебя природа такая. У тебя природа такая, что тебя выгнали с позором из полка. Ты подонок, ты подлец. А человек говорит, нет, это не природа такая. Это осознанный выбор моего самосознания. Поэтому я и расставщичеством забираюсь. Я не просто нечто, обладающее свойствами. То есть психологическое я. Нечто, обладающее свойствами таким-то, таким-то. А это мой свободный, экзистенциальный выбор. Выбор самосознания. Я расставщик, я вот такой гаденыш. Но это мой собственный выбор. Ничто это другого не делает. И вот, и тут для этого обязательно нужен свидетель. То есть другое самосознание, которому это тело показывает, что ты тоже самосознание. И тем самым его постоянно снимаешь. Вот постоянно его снимаешь. И разумеется, жизнь не такой, кровкая повисла. Он говорит, что же я без него теперь буду. Вот именно, что я без него теперь буду. Без другого самосознания, которого люди снимают. Ну, часто кто-то женится. А потом, когда ситуация становится нестерпимой, женится снова. А вот может быть здесь ошибка на том, что здесь соединяется самосознание, я, и утверждение я? Кажется, как будто бы это разные вещи вообще. Что мы напрасно здесь пытаемся именно их использовать как одну и ту же ситуацию. Ну, в каком-то смысле их надо гораздо различить, конечно. Но, с другой стороны, что-то, нечто общее там есть. Давайте говорить честно. Ошибку, которую делает Нагодицын постоянно, да? Потому что он пытается в этом случае говорить объятно. И делает эту ошибку постоянно. Отчасти, отчасти, такую же ошибку делает сам Достоевский постоянно. Он же говорит, что дважды два некоторых людей не оскорбляют, а других оскорбляют. Так вот я утверждаю, что дважды два, и о стене говорит просто такой. И он, когда об этом говорит Достоевский, то ему не верится. Но вот у меня выключатель не оскорбляет. Стена не оскорбляет. Дважды два не оскорбляет. И других не оскорбляет. А оскорбляют нечто с налетом социальности всегда. Офицеры выгнали из подробности полка. Это другая ситуация, чем дважды два. Точно так же. Человек является алкоголиком. Да? Нестерпимый алкоголик. Как он находит выход? Тем, что не то просто пьет, а еще крадет последнего своих детей. То есть пытается доказать, что он тоже в этом деле присутствует. Что это не просто он алкоголик. А в том, что это его выбор этого самосознания. Вот того самого. И многовестно там появляется понятие формы. И тара-ля-ля. И пафос его же собственных исследований. Исследование Достоевского падает. Еще раз говорю. Дважды два нас не оскорбляет. Ни в коем случае. Дважды два. Нас оскорбляет именно некоторая игра и отношение самосознания. То есть вот это проблема социальности. Вот это социальное как таковое. Вот в чем дело. И вот здесь надо танцевать. Отсюда у того же Наговицына. У него возникает проблема другого. С одной стороны другой есть. А с другой стороны, как к этому делу, к форме-то при собачьей. Да никак. Ну да, потому что у него же эммонизм. А тут если такое вылезет, то это уже будет очень опасно для его глобальных интуиций. То есть как бы работа по Достоевскому лучше, чем философия Наговицына сама по себе. Чем пример. То есть чем попытка и теоретически освобождать. Да, да, да. Чем попытка и теоретически освобождать. Чем и обобщение, да. Это вот картинка такая. И мы вот действительно эту ситуацию надо очень правильно схватить. Избавиться от дурацкого понятия формы. И схватить вот на языке самосознания. То есть найти где у меня тут плавает феномология духа в большой-большой квартире. Где-то плавает. Не читать же с экрана. И к этому адресоваться. Да, да. Ну, может быть. Может быть. Просто кажется, что именно Гегель здесь может воды намутить. Конечно. Ну, может ему намутить, а может мы там возьмем. Потому что он будет под самосознанием нечто иное. Подразумевать, чем... Ну, хотя да, мы тоже психологическое самосознание не ищем. Да, мы психологического самосознания не ищем. Мы пытаемся понять ситуацию социальности между вот такой онтологической ситуацией. Когда для мышления себя в качестве самосознания нужно признание другого самосознания. То есть мы должны признать другое самосознание. А потом догодиться, что он себя отрицает и признал бы нас. То есть вот эта странная картинка между собой. Я пытался вывести эту ситуацию с простого сознания многократно. Не получается. То есть я поэтому полагаю, что не надо относиться феноменологически. То есть вот, ну, по крайней мере, то есть это не счета моего размышления, конечно. Феноменологически в смысле Геггель. Как данность. Просто у тебя есть некоторая данность, и ты ее описываешь. Потом феноменологически. Нелогически. Не пытаться вывести это из каких-то абстрактных вещей. Это невозможно, Борюшкин. Ну вот, я как раз таки по логическому пути иду. Но это уже другое. Через не я и прочее. Да, логически. А пытаться эту картинку описать вот как феноменологически. То есть изначально у тебя в антологии прошита другим самосознанием. Отсюда наша любовь, вот этой всевозможной диалектики раба и господина, да. Мы то Иовы исследуем, то есть Библию, то еще чего-то исследуем. И вокруг вот этого всевозможного образа уходит. А почему? Потому что вот это настоящая структура социальности. Это же удивительный факт, да? Что в структуру социальности мы находим некий трансцендентальный аргумент, который является не экономическим, как у Макса, не шианским, как воля какой-то власти, то есть что-то такое такое. Не психологическим, как у Фрейда, у кого-либо еще. А вот именно чисто трансцендентальный. Ну вот на логике тоже эта ситуация так же выявляется, таким же образом, с такой же необходимостью причем является. Да, да, но она должна так получиться. Но этот аргумент трансцендентальный. И я вообще, как ни странно, не знаю даже такого, такой философии социальности, то есть общественности. Ну может быть, я просто... Да, вот в этот провал большой в социальной теории, что она не усматривает этой ситуации совершенно грандиознейший провал. Что она не может заниматься теоретизацией. Да, но это является не это провалом, либо это некий, как сказать, психоаналитический надрыв. То есть нет-нет, я не такой. Трансцендентальный у меня нет-нет. Давайте обезьянками позанимаемся. Нет-нет. Давайте как детишка превращают горшку. Нет, здесь же плеяда, целую плеяду серьезных дисциплин можно было бы построить на этом, которые бы работали бы на благо общества и приносили бы результат. Потому что здесь не только социология, но и политология будет страдать, которая не заглядывает в сущность ситуации. Вот чем дело. Отношения стран и прочее, прочее, можно описать по-новому, в новом виде увидеть. И тогда для нас откроются действительно сущностные моменты, на которых можно уже дальше опираться. А без этих всех важных и нужных описаний, ну, в смысле, стронологических или феноменологических, как бы, сущность выпадает. Выпадает всякий раз, и они топчутся на месте. Топчутся на месте практически со времен Карла Шмидта или кого-то тоже, кто работал хорошо. Ну что, закончим?